Единый государственный экзамен – одно из самых важных событий в жизни школьника. Но сегодня на вопросы главного экзамена будут отвечать севастопольские мамы и папы. В арсенале только ручка и паспорт. В этот день родители оказались на месте школьников. Все правила единого государственного экзамена соблюдены. Прежде чем стать участником всероссийской акции, все желающие должны были пройти обязательную регистрацию. Эта идея родилась в Рособоронозоре Российской Федерации. К ней присоединились 53 региона. Это акция, которая нацелена на снятие напряжения среди родительской аудитории. Она направлена и нацелена непосредственно для того, чтобы именно родители наши прочувствовали, что будет ощущать и чувствовать их чата, проходя экзамены. Заняла подготовка к этому мероприятию ничуть не меньше времени и сил, чем к обычному экзамену, потому что, кроме всего прочего, кроме того, что нужны организаторы в аудиториях, нужны бланки, нужны контрольно-измерительные материалы, над которыми работали федеральные центры. То есть это настоящее задание. Родители рассказывают, что охотно согласились принять участие в акции, чтобы узнать, что происходит за дверью аудитории и помочь подготовиться ребенку к одному из самых важных экзаменов в жизни. Я не готовилась, волнение я испытываю, но не сильно большое, потому что готовься, не готовься, уже ничего не сделаешь. Задания основаны только на школьной программе. Вот только время для родителей сократили. Экзамен длился всего 40 минут. На настоящую сдачу ЕГЭ отводится почти 4 часа. На камеру, у нас камера, вот, ну, условно, да, все прекрасно понимают, да, скрывается конверт с диском. На этом есть кемы, зашифрованные. Никто не может знать, что там находится. Вставляется в компьютер. После того, как задания на специальных бланках получены, все участники приступили к сдаче экзамена. Результаты будут готовы на следующий день. Дарья Юхновская, Андрей Вовк, Севинформбюро.